Пятый канал представляет Подберет героям идеальную пару Создаст самое запоминающееся свидание И поможет найти свою любовь Я очень хочу, чтобы сегодняшний день Стал первым днем на пути к моим переменам Что за хрень, блин? Не коричневый там свет? Ну и все Ты выйдешь за меня замуж? Или я сейчас сброшу с окна? Первый раз я должна угождать ему в том Что он хочет, чтобы я одела платье Я не хочу его Сегодня я в Петербурге В городе романтики и любви И встречаюсь с героиней Которой каждый день видит чужое счастье Она работает флористом И создает букеты Для самых главных событий В жизни других людей Но о своем Личном счастье Саша только мечтает Пройдя через отношения Где ее унижали, оскорбляли Обманывали Она просто перестала верить в то, что счастье Вообще возможно Любые отношения начинаются с прекрасных пор С свиданий, с обещаний, с всего хорошего Все стало как-то не так после того, как мы решили пожениться Скандалы были очень часто Скандалы были практически каждый день Каждый день вы ругались? Ну практически да Он тебя оскорблял, он тебя унижал Или там что-то, не дай бог, руку на тебя поднимал Что из-за чего? Как это происходило? Самое яркое это было на семейном празднике Когда он меня попросил принести с кухни пару рюмок Я в итоге пошла на кухню, мы остались там вдвоем Он на меня с ножом, что вот ты такая вообще Я тут сейчас тебя приколочу Ты стоишь один, на тебя прет как бы человек с безумными глазами с ножом То есть реально подумала, что сейчас он тебя просто ударит ножом, да? То есть он просто в твой день рождения мог тебя убить, реально? Ну фактически да Муж это была вообще ошибка Вот единственное, о чем я жалею в жизни Потом получилось так, что я узнала, что я беременна И тут вот начался совсем прям трэш Потому что у меня была угроза выкидыша Но все стало еще хуже Те скандалы, которые были, они были еще с большей силой Вот эти крики, оры, вопли Какие-то из пальца высосанные скандалы на ровном месте Ну это просто невыносимо было И случилась очередная вот ссора, как обычно То есть он толкаться меня, я толкаться его И я понимаю, что как-то у меня что-то все вот там происходит непонятно Я пошла на УЗИ, мне, ну как бы делают УЗИ Сердцебеяния нет Ну как будто вообще вот Даже ничего не будет То есть ты узнала, что сердце твоего малыша не бьется Да Я бы никому такого не пожелала Как тебе кажется, кто виноват в этом? Кого ты винешь? Наверное, его Все могло бы быть по-другому Саша не знает, что такое безусловная любовь Но ведь именно такой любовью и нужно окружать себя Или, по крайней мере, быть уверенной, что такая любовь существует И я попробую убедить в этом Сашу Сашечка, мы сейчас с тобой находимся на одной из самых многолюдных улиц Санкт-Петербурга Ты мне говорила, что никто из твоих мужчин по-настоящему тебя и не любил А как ты сама считаешь, ты достойна любви? Тут как-то иногда всплывают некоторые моменты в голове, да Которые вот, ну какие-то обвинения, что-то вот И ты на секунду как-то сомневаешься, достойен ты, недостойен Вокруг нас огромное количество людей Вот что скажут самые обычные люди здесь на улице? Хорошо? Хорошо Я сейчас дам тебе один листок Мне, конечно, хотелось там в первые пару минут, 10 минут убежать Сказать, что все, 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 что я тут стою Я уже замерзла Как тебе это было? Первые минуты люди не подходили Люди как-то так, ну что-то тут стоит какое-то чудо непонятное С каким-то плакатом, что-то просят Ну то есть как-то вот и люди так, ну, подозрительно, да, относятся к таким вещам Я чувствовала, что ты как бы никого не заставляешь Если человек что-то хочет сделать, да, помочь как-то, если он чем-то может помочь другому человеку, он это сделает Я такая вот в ожидании, а потом я так думаю, блин, а вдруг никто не подойдет Спасибо Будь счастлива Спасибо Красивая Конечно, достойно Спасибо Они вот именно с душой шли к тебе, хотели тебе помочь Девушка, вы прекрасны, все достойны любви Спасибо Все хорошо будет Спасибо Он очень красивый и очень сексуальный Я думаю, что у вас все впереди Спасибо большое Ура! Ну, ты же видишь, более 50 человек тебя сегодня обняли и сказали тебе, что ты хорошее Здорово Если эти самые простые люди приходят и дарят тебе частичку любви, значит, сто процентов ты можешь быть любимой Я уверена, что есть мужчина, который очень хочет быть рядом с тобой Раз уж 50 человек сегодня подошли и обняли, и подтвердили мой посыл, наверное, все-таки я теперь, если меня спросят, достойно ли я любви, я отвечу да Потому что я в этом уверена на сто процентов Теперь Саша окончательно свободна от тех самых ограничивающих убеждений, которые просто мешали ей жить И осталась еще одна очень важная деталь Новая жизнь не начнется без нового образа Сашуля, заходи Мы с тобой сейчас в одном из самых модных салонов Санкт-Петербурга Знакомься, это Кирилл, он стилист по волосам Кирюш, Сашу мы знакомим с интересными мужчинами Поэтому нам важно, чтобы ее образ просто сразил с первого взгляда Я очень хочу, чтобы сегодняшний день стал первым днем пути к моим переменам Ну что, Саша, ну что готово? Рассказывай Готова на смену образа, на смену прически Не готова к смене цвета волос Почему? У меня были эксперименты с цветом волос Я как-то переросла уже Это все, это мой натуральный цвет Я не хочу его менять Несколько раз в жизни я меняла кардинальный, можно сказать, образ То есть и там сбривала часть волос с одной стороны Потом красила в коричневый, фиолетовый Это было в основном после каких-то событий печальных, да Именно вот, ну, связанных с отношениями С твоим цветом лица будет хорошо сочетаться оттенок поярче Что значит ярче? Не сильно ярко, ты будешь блондинкой Просто цвет, точнее оттенок, будет немного сочнее Я не согласна, в том-то и дело мы вот как на разных... Да тут и его парень не на Я уже, блин, красными пятами уже давление поднялось Давайте как-то это... Саша, смотри Она не хотела меняться, не хотела ничего делать с волосами Понравится мне, не понравится сам итог Что если мы сейчас друг друга не услышим по поводу смены цвета волос То просто завтра, ну, как бы меня... я просто не приеду Что-то пошло не так Она заподозрила какой-то подвох Она думала, что мы ее красим в коричневый цвет Или в черный, или в рыжий Поэтому мы отвернули ее от зеркала и начали красить Кстати, Саш, к твоим голубым глазам Очень бы красиво подошли бы темные цвета Зря ты уперлась, Саш Что на самом деле происходит? Там в итоге коричневый или что? Да не коричневый Что за хрень, блин? Да не коричневый там цвет Его пока просто не видно или что? Упаковку покажи мне А как ты по упаковке поймешь? Ворм браун, все так Ну, и что? И что, ворм браун? Ну, и все Она схватила, подбежала к мойке Схватила кран, начала мыть себе голову Требовать шампунь, хватать краску Смотреть тот или не тот цвет, сверять Ну, нормально Ну, такая вот истерика Я сейчас не хочу вмешиваться Я хочу посмотреть, как будут развиваться события А потом я скажу свою точку зрения Все, Саш? Дай полотенце Держи Ну, может, продолжим мы с тобой? Подожди Все, тут потекло Как ты себя чувствуешь? Нормально? Охреново Присаживайся, и мы продолжим дальше Какая-то вакханалия, если честно Я такой первый раз вижу В моей большой практике Такой случай впервые Ну, мои дорогие Что, Сашуль, смыли тебя? Больше не боишься? Ну, не бояться буду, когда уже конечный итог будет Ты знаешь, всегда наш страх Есть внутренний Страх перед переменами В том числе, собственно, ты из-за чего переживала? Что будут перемены такие Которые, возможно, ты не готова Что ли ты их боишься? Волосы? Ерунда Это не зубы, они могут отрасти, понимаешь, в конце концов И если ты разрешишь себе в мелочах меняться Твое бессознательное скажет Ну, на самом деле, это не страшно Я могу начинать меняться и по-крупному А значит, у меня могут быть и другие Серьезные, жизненно важные изменения Конечно, волнуюсь Безусловно, я волнуюсь, что получится Ну, посмотрим Кирилл, ну что там у меня получается? Слушай, Саш, получается очень круто Мне нравится Кстати Мне понравится Под твою форму лица Очень хорошо подойдут локоны Нежные кудри Это могут быть прически, которые визуально удлиняют лицо Для того, чтобы лицо стремилось к овальной форме Это не должны быть прически короткие Прически, которые рубят пол лица То есть нет прямым челком Ну что, Саш, я уже заканчиваю Мне очень нравится И сейчас я передаю тебе в руки нашего визажиста Она будет делать тебе мейкап Чтобы убрать щечки Мы уводим их в тень Скульптором Скульптор мы наносим подсколовую область Немного на подбородок Зоны шеи Немного на носик Тем самым сужая эти части лица Саша, сейчас ты себя увидишь Ты готова? Да Тогда я посчитаю до трех И разверну тебя на зеркало Один Два Три Открывай глаза Нет Я вижу прекрасную укладку Отличный макияж Который мне идет Который мне нравится Который мне подходит Это здорово, что так все сложилось Я зря, в общем, так сильно прям волновалась Обрати внимание на рисунок на твоей юбке Видишь, какой он такой диагональный Он вытягивает тебя А яркий цвет делает тебя интересной и сочной Сашечка, ты изменилась внешне Ты изменилась внутренне И теперь тебя ждет три интересных свидания И совершенно разные мужчины Которые будут биться за твою руку и за твое сердце Такой красотки АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Саша изменилась до неузнаваемости И теперь ждет, что к ней на первое свидание придет как минимум Брэд Фитт Я подготовила для нее встречу с парнем Который максимально вписывается в ее образ идеального мужчины Я бы рядом с собой хотела видеть мужчину Большого, сильного в плане физической формы Привет, ты Саша? Привет Привет Меня зовут Адиль Очень приятно Все, погнали покатаемся? Поехали Меня зовут Адиль, мне 30 лет Я видеоблогер Я ищу девушку Молодую, красивую, амбициозную С чувством юмора Как настроение? Хорошо, все Это радует У тебя как дела? Да, все прекрасно Мы с тобой встретились, как они еще могут Первое впечатление было приятное Красивый молодой человек Такой, видно, ухоженный Внешне достаточно привлекательная Как только я ее увидел По внешним данным Я оценил, что она достаточно интересный человек Мы сели, поехали Мы долго общались Разговаривали на разные темы Тем занимаешься? Слушай, ну, а я на самом деле блогер И так далее Разумеется, конечно, есть бизнес На поддержание Мы начали с ней беседовать Нашли общие темы Ну и, собственно, закрутилось Самое любимое блюдо Ой, а есть Фельбешки! Нет? Ну, вот больше всего Последнее время Меня прям потом яму прет Что-нибудь такое острое И все Том-ям И все вместе Умешь готовить том-ям? Да Офигенно! Это круто! Я обожаю тайскую кухню Все, что с ней связано Для одной себя, честно говоря Я очень редко А ты одна живешь? Да, я живу с собакой У нас культ собаки, да Давай рассказывай Что за собака у тебя У меня Йорик, девочка Ууу, огонь! Да Не, ну у меня пит Если бы у тебя был питбуль Я бы малеха как бы удивился, честно говоря Слушай, я бы хотела иметь питбуль, если честно Очень классная собака Я бы хотела с ним познакомиться С его псом Я предлагаю тебе пойти в более теплое место Все-таки в Питер погода не особо Да Да? Да Классно, идем Пойдем Да, присаживайся Оп Так, что, наверное, давай что-нибудь выпьем Ну, на улице же холодно Холодно Так, держи Спасибо Опа Ну, давай За знакомство Когда мы приехали в заведение Я, соответственно, решил Сделать ей небольшой сюрприз Раскрыться полностью Так, я тебя сейчас покину на секундочку И вернусь, да Когда он ушел У меня было такое Простерянное немножко состояние Вроде как свидание Мужчина куда-то ушел Что же будет? По обстановке по всему я догадалась Что будет что-то такое И он весь вот какой-то вот такой Ну вот Собственно, это мой основной В виде деятельности Как ты к этому относишься? Ну, во-первых, мы мало знакомы Это, ну, как бы Я девушка приличная Я не могу так прям С первого раза Уже тут прям что-то Жамкать кого-то Ты очень красивый парень У тебя все очень хорошо Ты прекрасен Прям ты вообще Аполлон Ну, просто Так сказать Я никогда не понимала Вот Ну, мужчина Может, как-то по-другому Это все Ну, как-то вот Смыслы, что ли, в этом То есть Ну Все было здорово Очень здорово Но это не цветы Мы с ней мило побеседовали И на что она мне сказала Что да, действительно Шанс есть Что, собственно, меня и порадовало Я надеюсь, что ты меня выберешь За нас Собираясь на свидание Будьте готовы к самым неожиданным Его поворотам Как со знаком плюс Так и со знаком минус Самое главное здесь Сохранять самообладание И выйти достойно Из любой ситуации Следующее свидание Александры Тоже будет не совсем обычным На нем я хочу не только проверить Как девушка отнесется К неожиданному хобби Своего потенциального жениха Но и снова заставить ее Сражаться со своими страхами Сашечка, мы с тобой сейчас находимся в тире И не просто так Обрати, пожалуйста, внимание На те мишени, которые сейчас здесь есть Что ты видишь? Я нелюбимая, я одинока, я некрасивая Выбери то, от чего ты хочешь избавиться То, что посередине Я одинока Мне кажется, что часть моих ошибок в жизни Произошли именно по причине того Что я боюсь быть одинокой Перед тобой Настоящий боевой пистолет С настоящими боевыми патронами И сейчас ты будешь Расстреливать это одиночество Эту мишень Готова? Да Поехали С первого раза я не попала в мишень Я волновалась Я как-то боялась, что со второго раза я не попаду Но потом у меня тряслись жутко руки Я просто потом собрала всю волю в кулак И думаю, ну как бы надо вот уже стрельнуть И все Молодец, ты попала Смотри, ты расстреляла это свое одиночество Умница Все Теперь этого одиночества нет в твоей жизни Ты уничтожила просто это Абсолютно все После того, как она в буквальном смысле этого слова Расстреляла эту мишень Ей и психологически И подсознательно легче избавиться От чувства одиночества и холода внутри Но это еще не все Кое-кто уже очень дождался встречи с тобой И сейчас я тебя с этим человеком познакомлю Он поможет тебе поражать любые цели С первого раза Знакомься Это Александр Привет Привет Меня Саша зовут Меня тоже, Саша Это тебе Приятно, спасибо Меня зовут Александр, мне 27 лет Я сейчас занимаюсь бизнесом Я индивидуальный предприниматель А я холост, ищу женщину Женщину ищу своей мечты Раньше я барменом работал Сейчас я занимаюсь разными перевозками Ну, короче, машину свою Вот Так же хочу, конечно Ты настолько сейчас на меня смотришь Я тебя слушаю Да, я, нет, просто ты очень красивая Спасибо И я сейчас у меня до речи теряется, честно тебе скажу Спасибо У меня, кажется, общий язык с ней У нас общий интерес, мы с ней пообщались У нас даже профессия одинаковая была С тобой в чем-то похоже Потому что я тоже в свое время работала барменом Чем ты занимаешься? Я занимаюсь флористикой, цветами А букет тебе мой как? Да, мне очень понравились очень красивые розы И сочетание такое Спасибо Это мои самые любимые, на самом деле, розы Розовые розы Спасибо большое Мне понравился Саша Приятный, очень молодой человек Очень такой, ну, внешне симпатичный, приятный Я люблю, я люблю охотиться На самом деле, я охотник Не скажу, что профессиональный охотник Но очень люблю Это мое хобби Ты когда-нибудь была на охоте? На охоту я никогда не ходила И мне как-то вот, ну Я бы, наверное, не смогла убить животное какое-нибудь Моя девушка должна разделять мои увлечения Это обязательно Я хочу, чтобы она со мной на охоту ездила На вылазку, как бы Постоянно мы с ней вместе время проводили Но я считаю, что это и так и должно быть Вот мужчина этим должен заниматься Должно быть интересно Если тебе это нравится, это хорошо Вот, я тебя пригласил в Тир сюда И хочу немножко поучить тебя пострелять Боже мой Все страшно Так, теперь не спеши, потихонечку И давайте, я сейчас придержу немножко так вот сзади Вот Так, воздух набираем Ты посмотри Между нами 5 сантиметров разница Мы просто с тобой одинаковые Ты умница, вообще здорово Умница Мы несколько раз стрельнули Мы попали И между нами Между нами Вот такое вот маленькое расстояние Настолько покорило мое сердце То, что ты всем покорила Ты и внешним видом покорила И общением И всем И я сейчас хотел привязать это вот сердце И мы с тобой вместе Одним выстрелом разобьем его Давай Сердечко в конце было здорово, конечно Ну и вообще как-то все это было неожиданно Приятно Ручки так, раз Держи Посели, держи Вот А теперь расстреляй его Так, теперь смотри-ка Ну что, сейчас В середину Я тебя люблю Ну, это Скажем так Он прочитал надпись на сердце Потому что Любовь Она так вот прям За секунду Не может Ты шарики Эти тебе Спасибо Это мне очень понравилось Спасибо, мне тоже Да, время Это очень здорово Да, будем терпеть Опа Ой Я взлетел Я думаю, сто процентов, что она меня выберет У каждого из нас есть те увлечения Которые нам очень важны и дороги И мы всегда рассчитываем Что наш любимый, близкий человек Будет их разделять Или как минимум Будет нас поддерживать В том, что нам нравится Если вы это сделаете То ваша вторая половинка Будет вам бесконечно признательна И ваш союз Будет более гармоничным Какого мужчину Ищет наша Александра? Крепкого семенина Ураган в постели А может быть Главное для нее Чувство юмора И чего от самой Саши Ждет ее Потенциальный жених На все эти вопросы Ответит наше Финальное свидание Я тебя сегодня, Саш Хочу познакомить С еще одним Интересным мужчиной И я надеюсь Он тебе очень понравится Здравствуйте Это Станислав Здравствуйте Меня зовут Станислав Мне 36 лет У меня фотостудия Рекламного агентства Приятный Очень молодой человек По типажу Абсолютно Отличается От двух Предыдущих свиданий Обычно Мнение о другом человеке Складывается буквально В первые несколько минут общения У вас будет целых 10 минут И после этого Я вам приготовила Что-то очень интересное Итак 10 минут Первые минуты Нашего общения Мне показались Что ему Или он слишком стесняется Или я ему Может быть Неинтересна А у вас Какими были Такие вот Самые запоминающие Романтические встречи Ну вот Сейчас не могу Вспомнить так резко Бывает разговор пошел Да ты что-то спросил Человек ответил Все закрутилось А здесь как-то Ну Как-то мы вот В натяг Шел разговор На самолете летали? Ну конечно Да? А на кукурузнике? На кукурузнике? На кукурузнике нет Беседа зашла в тупик Это вот уже Когда эти 10 минут Закончатся То что Очень неловко было Как-то вот Все это происходило Так волнительно Честно говоря Я просто растерялся Я растерялся Как там Школьник Надеюсь 10 минут У вас прошли с пользой И вы узнали Друг от других Что-то, да? Есть такое Это хорошо Тогда пойдемте У меня Есть для вас Кое-что Пошли Угу Мы сейчас с вами Находимся в фотостудии Вы будете Фотографироваться И для этого Вам нужно будет Подобрать образ Ты, Станислав Подбираешь Саши Саша А ты, Станислав У вас будет Три варианта На выбор Вы подберете Тот образ Который Как вам кажется Подходит Для другого человека Или вам бы хотелось Чтобы в этом образе Ваш партнер Пристал перед вами Саша, заходи Вот У тебя есть Три образа Волчара Джеймс Бонд И вот Третий образ Такой Секси Мы же не в цирке Не вот Первое свидание Вообще Ну как-то Это не то А классический Костюм Он подходит Всем Итак Твой выбор Сделан Этот костюм Да Все Договорились Хорошо Теперь посмотрим Что выберет Станислав Стас Смотри У тебя Здесь есть Три образа Как тебе кажется Что может ей подойти Такое платье Девушка Вам Секси Или такая Барышня С чувством юмора Итак Твой выбор Мой выбор Свадебное платье Хорошо Я хотел увидеть ее На секунду На мгновение Какое-то Может быть Я не знаю На пять секунд Как она выглядит В этом свадебное платье И представить Может быть В дальнейшем Нашу свадьбу А в итоге Я жду Сижу Вот Свадьбу Это просто платье Это сейчас будет фотосессия Что случилось? Ничего не случилось Прекрасное платье Так Свадебное платье Красят тебя В день свадьбы Но никак Ну это же просто Обычная фотосессия Первый раз Я должна Ну Угождать ему в том Что он как бы Вот хочет Я одела платье Я не хочу Сама лично Я никогда не буду Одевать свадебное платье Не по случаю Ну Есть Свадебное платье Есть костюм Не знаю Священника Есть Погребальная одежда Это то же самое Вот для меня Что ну Там Давай ты вот сейчас Прикинешь Погребальную одежду Свадьба это ритуал Да Так 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 и есть Фан Это просто фан Более Ничего Хорошо Я же говорю Что хорошо Тогда просто Это Приметок Из которой Я как бы Вот Ты не хочешь В этом платье Ты хочешь так Как ты Сейчас выглядишь Да Ну хорошо А где Ну как-то Мне не хочется Ну это Это правое решение Ничего страшного Зачем ее напрягать В этом Слушай А у тебя фотосессия Когда-нибудь была Вдвоем Давно Да А не против Если еще раз Давай попробуем Вдвоем Великолепно Великолепно Очень красиво Ну он прыгал с окна Я его типа спасала За ногу За ногу Вот давай Все Тяни Потом он все Сундук хотел Лезть Быть там Зайцем Потом пошел Рабочая колхозница Нас ждет Светлое будущее Так А представьте Что вы В браке Уже лет 50 Фотосессия Прошла Прошла Весело С песнями С плясками Буду сказать даже Я видела Краем глаза Фотографии Мне очень понравилось Как я получилась Как гармонировали Друг с другом В кадре Так Вот Вот так Хорошо Да Как будто Ты просишь У нее прощения Мне понравилось Смотримся вместе Хорошо Ты выйдешь за меня замуж Или я сейчас Сброшусь от мать Ну я старался Я не знаю Как она на это Посмотрит На все Затронул я Как-то ее сердце Вообще Надеюсь Она выберет Я не ожидала Что будет Настолько все круто И настолько Все здорово В каждом из Женихов Я могу найти Что-то Что вот Я честно Не знаю По какому выбрать Вообще У меня просто Я теряюсь Ну пока отдохни Присядь Ты устал Сегодня я обязательно Сделаю свой выбор Но мне очень трудно Александра Я выражу Сашель Мы с тобой уже Очень долго Вместе И сейчас У тебя было Три Очень интересных Разных свидания Давай мы с тобой Вспомним Эти свидания И вспомним Тех мужчин Слушай Да парни Расслабьтесь Короче Я просто ее заберу И поеду Скажи пожалуйста Что тебе Водили Понравилось Больше всего А Водили Мне больше всего Понравилось Наше общение Пока мы ехали В машине Конечно Мне тоже понравилось В такой тачке Прокатиться Согреседники Знатные Это Сто процентов А как тебе он внешне Привлекательный мужчина У него прекрасное тело Там форма Все Но Я вот как-то Вот это все Не совсем понимаю Перекачан Как говорят Перегидроленная женщина Вот Он вот Перегидроленный мужчина В моем понимании Мне очень Не хочется Да вы два качка Ты держишь А скажи пожалуйста Что было Не так Ну то вот Род его деятельности Конечно Мне неприятно Было бы Что по ночам Там какие-то Голодные Женщины С нехваткой Внимания И не только Там что-то Вообще Своими ручонками Тянутся к твоему мужику Все-таки Есть момент Где она лукавит Это правда Отношение На свидании У нее было Совсем другое И глаза у нее горели Ты Овен А один Рак Это в принципе Хороший Был бы союз С точки зрения Женского И мужского Начала Хорошо Давай вспомним Например Александра Александр Да Мне понравился Видно было Что он Прям Старался И понравиться И у него Как-то Мне кажется Глаз Загорелся Вот так Видно Когда ты Мне не нравишься Может быть Я не знаю Может быть Что-то не понравилось В Саше Что это было Мне не совсем нравится Его стиль одежды Я такое не всем понимаю Не вопрос Если нужно изменить Я изменю стиль одежды Я могу одеть Слабак Вот эта охота Рыбалка Это здорово Это круто Потому что мужчина Увлекается Такими мужскими Хобби Это здорово Но Возможно Его импульсивность Тут нравится Вот побежал Тут как бы Это И охоту Рыбалку То есть Вот это То есть ты бы подозревала Что возможно Он не поехал На охоту Рыбалку А возможно Он пошел Там по девчонкам Да? Чисто гипотетически Такое Может Ну я имею ввиду Что все Что связано Вот с этим Ночеванием дома Оно как бы Напрягает Кого подстрелил Кабана Зайца Зайца Ах Негодяй Бедного зайчика Пострелил Орняга Вот тебе Вот с зайчиками Тусить Ты овен Саша близнецы Это такие Хорошие Классические сочетания Когда ты могла бы Выстроить Хорошие Гармоничные отношения Скажи пожалуйста Саша А что ты думаешь Про Станислава Мне показалось Что он занимается Чем-то интересным В жизни Что вот он Такой интеллигентный Вот именно Вот это Он понравился Моей маме Точно Главное понравится Маме Ее маме Да Если ты маме Понравишься Все И путевка В жизни Давай Успех У него Очень красивые Глаза Но Не совсем В моем вкусе В плане Внешности И он Как-то Немужественный Что-ли По телосложению Какой-то Он такой Немуже Я тебя В качалку Собой возьму Брутальности Тебя добавим Не переживай Станислав Телец Познал Коздиака А значит Для него Очень важна Эстетическая сторона Женщина рядом с ним Должна быть Очень привлекательная И я думаю Что ты его Точно сразила Это здорово И вот сейчас Пришло время Наконец Делать Окончательный Выбор Кто Из этих Мужчин Может быть Тем мужчиной С которым Ты пойдешь Дальше По жизни Я понимаю Что вы Проделали Огромную Работу Мне трудно Сделать Выбор Трудно Но я Наверное Выбрала Уже Я поеду На охоту Так И это значит Кто Александр Красава Да ладно Поздравляю Красава Молодец И Саша Как раз Тот выбор Который Я очень Одобряю С точки зрения Астрологии Да я знал Я просто знал Что я держу победу Я просто знал Что она Будет со мной Я так счастлив Я так рад У меня есть Ты Ты все-таки Сделал правильный выбор Ты правильный выбор Сделала Я слышал Только что Все мои минусы Я их исправлю На плюсы У меня тоже есть минусы Не переживай Как ты Все твои минусы На мои минусы Как ни крути По-любому Будет плюс Я выбрала Александра Я думаю Что это правильный выбор Потому что Мне кажется Мы подходим Друг к другу Очень много совпадений Вот имена Знаки зодиака Я еще об этом подумала При нашей первой встрече Потому что у меня и родители тоже Мама Овен Папа Близнецы Я уверена У нас все получится Александр и Александра Как много у них Удивительных совпадений Я уверена Что в жизни этой пары Будет много всего яркого Интересного И очень хорошего Если же вы тоже Хотите найти свою любовь То прямо на сайте Пятого канала Заполняйте анкету И вы тоже можете быть героем Или героиней Нашей программы И я обязательно Помогу найти Свою половинку Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому